Добрый день, с вами Дергачев Инсайт, рубрика «Обзор», и сегодня мы разговариваем с главным редактором издания «Холла Ньюз» Зарина Ахматова. Зарина, вы, не побоюсь этого слова, известный журналист, и вы еще в 2018 году шутили на медиакуралтае, что это у вас на левом берегу, все отлично работает, мы за вас страшно рады, а у нас все без конца не открывается. Вот сейчас это коснулось вас непосредственно. Какие ощущения? Я по-прежнему рада за левый берег. Судя по всему, у них все открывается, потому что сайт не работает уже трое суток. Вчера мы об этом заявили, прошло меньше суток, и я очень благодарна коллегам. Вам, Вадим, спасибо, что вы обратили на это внимание, и всем, кто нас поддержал, и мы получили мощную поддержку, и в том числе от коллег. Вы сами знаете, в нашем цеху это важно и не всегда случается. И нас поддержало несколько десятков СМИ. Насколько я помню, Международный фонд защиты «Свободслово» сделал заявление по нашему поводу, причем мы его также, как и все, увидели на сайте, и да, нам это важно. И что я хочу сказать, что ощущения такие, что как будто бы на левом берегу все по-прежнему открываются, потому что никаких официальных пояснений или запросов мы до сих пор не получили. Нам бы хотелось понять, почему мы не можем продолжать работу, почему это все происходит в ограниченном режиме. То есть мы лишены основной нашей площадки. У нас не много, не мало полтора уникальных пользователей в месяц. Это уникальные пользователи. Это основной трафик, который дает нам наш сайт. Естественно, у нас есть обязательства перед рекламодателями, у нас есть обязательства перед нашими читателями, и мы сейчас вынуждены каким-то усеченным режимом работать и публиковать новости в аккаунтах наших социальных сетей. А там, ну, другие алгоритмы и платформы по-другому работают. Поэтому ощущения такие. Скажем, нам не скучно. Вы знаете, в нашем деле в Казахстане никогда не скучно, да? И мы по-прежнему рады за левый берег. Скажите, пожалуйста, с чем вы связываете? Ну, есть же какие-то предположения, с чем вы связываете? За что вас заблокировали? То есть, ну, вот последнее, что там было видно, это досье вот этой самой Пандоры, да? Досье Пандоры с именами казахстанских бизнесменов, скажем так, чтобы не углубляться, да? Но вот что? Или у вас есть конкретная уверенность, за что вас сейчас блокируют? Или вы не знаете? Мы не знаем. Ну, это действительно, это не кокетство. Мы не знаем, и все, что мы можем делать, это предполагать. Да, мы опубликовали новость по следам расследования международного консорциума, поскольку новость упоминала в том числе и представителей Казахстана, талантливых бизнесменов и бизнесвумен, о которых вы сказали выше, да? Естественно, мы не могли пройти мимо, потому что наша позиция, мы стараемся публиковать общественно важную информацию. Мы об этом писали в своем заявлении читателям. Мы не маргиналы, мы не радикалы, мы руководствуем себя здравым смыслом, таким, каким мы его понимаем. Это, конечно, тоже вкусовщина, можно поспорить, но мы апеллируем всегда к каким-то базовым ценностям журналистики, проверять информацию, давать источники, давать ссылки. Да, и с последнего хронологически эта новость действительно появилась на сайте в понедельник. Через несколько часов мы обнаружили, что мы лишились доступа к сайту, и читатели наши оказались лишены доступа. Мы не сразу об этом заявили, потому что мы хотели кричать. Мы проверяли, привлекали каких-то технических специалистов, в том числе и сторонних, чтобы они провели свой технический аудит. Именно они нам рассказали о том, каким образом происходит блокировка. То есть кто бы ее ни производил, это не просто DDoS-атака или вот привычные методы. Это DPI-блокировка, когда, как нам объясняли, да, есть возможность анализировать, глубоко анализировать сетевые пакеты и потом ограничивать между пользователями и провайдерами и ограничивать доступ к контенту. Но что я хочу сказать, эту новость опубликовали другие коллеги, и эта тема упоминалась на других площадках, но все работают, а вот мы пока не можем. Вы когда-нибудь, как издание, получали средства из госзаказа? HoloNews на сегодняшний день сколько существует по времени? HoloNews на сегодняшний день существует 30 с лишним года. Я в качестве главного редактора этого сайта работаю с сентября прошлого года. То есть получается год и чуть более месяца. За это время мы не получали никаких бюджетных денег, никаких государственных денег, и это в определенной степени было нашей позицией. И мы решили, что, да, это не просто выживать, это самый большой челлендж для любого СМИ в Казахстане, независимо выйти на самоокупаемость, при этом не взять госзаказ. И это не потому, что, знаете, мы когда разговаривали об этом внутри редакции, с командой, с учредителями, мы понимали, что мы не хотим лишнего вмешательства. В Казахстане все понимают, как это работает, во-первых, в принципе, телефонного права, даже если вам говорят, что вы берете госзаказ и можете, и никто не будет вмешиваться в вашу редакционную политику, конечно, будут. А когда у вас есть какие-то отношения с тем, от кого вы получаете деньги, дистанцироваться выходит еще сложнее. На сегодняшний день все наши деньги, это коммерческие деньги, мы получаем их от рекламодателей. Более того, мы, как в той присказке, всегда гордые, не всегда богатые, потому что мы фильтруем еще, у нас есть внутренняя политика, мы фильтруем запросы, которые к нам приходят через различные агентства. Мы не все берем размещать даже на платной основе. И главное, это мой принцип такой, когда я сюда пришла за последний год, наши читатели могут быть уверены в том, что все рекламные, все спонсорские, партнерские материалы, за которые мы брали деньги, или они были в каком-то партнерстве, ином выполнены по бартеру, они все маркированы. То есть у нас на сайте обязательно стоит этот дисклеймер, партнерский контент, спонсорский контент, партнерский материал. К нам очень часто до сих пор поступают запросы и говорят, ну что вы, мол, кокетничаете, давайте мы какой-то коэффициент накинем. Оказывается, это такая распространенная практика на рынке, что вам немножечко доплачивают, и вы не пишете, что вы за это взяли деньги. Нам это кажется неправильно ханженской лицемерной позицией, мы от этого отказываемся. Да, теряем, ну много мы теряли, я не знаю, если все посчитать. Возможно, мы бы лучше жили, но, по крайней мере, мы себе не изменяем. В этом смысле да, в этом смысле мы, наверное, не самые удобные, может быть, мы не самые громкие, не самые оголчелые, но вот эта наша такая стержневая позиция, мы стараемся ее придерживаться. Это касается не только государства, это касается любого финансового влияния, которое может стоить нам нашей независимости и нашей независимости в редакционной политике. Вот все, что этому угрожает, даже если это сулит выгоду и какие-то бенефиты, мы от этого отказываемся. Вы можете спрогнозировать сейчас, но это не ваша задача, конечно, как главного редактора, но тем не менее, можете ли вы спрогнозировать сейчас потери и какие-то, возможно, рекламации, которые вам поступят от рекламодателей за это потерянное время? Потому что вы же по-прежнему блокированы. Да, Вадим, я могу, знаете, потому что вот перед вами буквально ко мне тоже обращались коллеги, и я попросила рекламного директора помочь мне подсчитать ущерб. Конечно, в живых деньгах это сложно сейчас прямо в этот момент измерить, но тем не менее, вот я даже взяла, и чтобы посмотреть, вам скажу, что вот у нас за последнюю неделю порядка 11 контрактных обязательств, то есть 11 клиентов, перед которыми мы каким-то образом должны реализовывать наши коммерческие обязательства в том или ином виде. То есть несколько рекламодателей, они уже у нас разместились. Я сейчас точно вам, чтобы не врать, не скажу, были уже выплаты или нет, но это точно контрактованные материалы, и мы по ним должны предоставлять статистику. То есть у нас купили же не просто ссылку, у нас купили просмотры. Люди должны заходить, видеть и читать эти материалы, и рекламодатель должен знать, сколько раз их почитали, и какое-то количество раз они должны зайти. За три дня, ну если там посчитать математически, из этого полтора миллиона человек уже сколько-то тысяч не зашли, не прочитали. Естественно, мы теряем в деньгах. Плюс сегодня и вчера у нас должны были выйти уже, я читала, я визирую просто материалы какие-то, что-то, если нас не устраивает, не соответствует редакционной политике, мы переписываем три рекламных материала, это долгосрочные контакты, которые заранее были оговорены, вы заключаете контракт на какое-то длительное время, к вам приходит рекламодатель, приносит вот такой материал, мы говорим, да, мы можем его взять или не можем, нас устраивает или нет. И вот таких три материала за последние два дня, вчера и сегодня, уже не вышло. Плюс у нас еще есть в центре города большой LED-дисплей, и там была наша бегушка, бегущая строка новостей. Это заголовки наших новостей, которые через РСС уходили, и жители города крупного, одного из крупнейших, могли ее читать. Это тоже в рамках партнерских отношений было сделано. Мы лишены этой бегушки, наш партнер вынужден был у кого-то другого ее брать. Ну и плюс, это такая имиджевая вещь, нам всегда было приятно, мы этим гордились. И поэтому, да, мы в этом смысле не только как журналистика ущемлены, да, и не только как независимая компания, которая теряет сейчас в деньгах, пусть это, ну и счет идет, на самом деле мы так подсчитывали, за второй миллион людей, ну если все это подсчитать. То есть это наши потери, такие живые, наверное, они будут больше, выше. Плюс, вы знаете, что сейчас интернет таким образом работает, что лояльность аудитории, она тяжело завоевывается, но быстро теряется. То есть если человек пять раз к вам зашел, вы заблокированы, он, наверное, уходит куда-то в другое место. Я думаю, что на это тоже есть расчет, если это действительно какая-то злоумышленная блокировка, там есть внешние вмешательства, это нам подтвердили несколько технических специалистов. И поэтому теряют еще и наши читатели, которые привыкли у нас чертать контент. Я надеюсь, что какая-то ядерная аудитория у нас останется, и люди нас поддерживают, и пишут об этом в социальных сетях. Это все невероятно важно, нужно, и все, на чем мы держимся сейчас. Но все-таки, да, мы несем потери, не только финансовые. Зарина, скажите, пожалуйста, вот у вас ощущение, как у человека, который находится внутри вот этого варящегося котелка, то есть внутри вот этих вот новых электронных казахстанских СМИ, которые вынуждены работать так, как они работают, и в той ситуации, в какой они находятся. Движение все-таки происходит вверх или вниз условно? То есть что будет завтра? Знаете, мне всегда очень сложно что-то прогнозировать, потому что это неблагодарное дело, тем более в стране, где решение, либо там один центр принять решение, либо тем более в несколько. Я, честно говоря, не поняла, за что мы пострадали. Я это формулирую для себя как по совокупности факторов. Ну, то есть там, где это отказали, здесь не пошли навстречу, тут еще публикуйте, не пойми что. Но если вы зайдете на наш сайт, мы всегда старались придерживаться позиции выдержанной. Она не лояльная. Это такая, если вы откроете, например, редакционную политику BBC, ну, мне бы было приятно, конечно. У нас есть внутренние корпоративные стандарты, они касаются там и текстов, и взаимодействия внутри редакции, и взаимодействия редакции с рекламодателем, что немаловажно, потому что деньги во многом сейчас определяют контент. Так вот, если вы к нам зайдете, вы поймете, что, ну, нас нельзя назвать оппозиционным, почему я никогда не называю нас оппозиционным ресурсом. Да, мы стараемся придерживаться независимой редакционной политики, но что есть независимая редакционная политика? Это приближение к такому, к журналистике в ее хрестоматийном понимании, когда человек может зайти на наш ресурс, прочитать какую-то историю или новость, и быть уверенным, что это не слив, что это не заказ, что это важная новость, и мы о ней расскажем все, что мы накопали и нашли. Если в Таразис случается взрыв, мы отправляем туда в ту же ночь наших корреспондентов, журналистов, которые не спят, собирают оттуда всю информацию, уходят по моргам, больницам, по официальным, в том числе, инстанциям, на брифинге официальных лиц, и собирают полную картину. И поэтому, ну в этом смысле я считаю, что если это опасно, то тогда да, мы опасны в каком-то роде. Но мне казалось, что в стране наступил момент, когда произошло, ну такая форточка приоткрылась, но мы все знаем, если сравнить, там лет пять назад посвежело, я не могу назвать там это отип или еще как-то, стало интереснее, стало свежее. Мне казалось, что тот самый момент, когда можно так работать. Ну, как выясняется, и здесь существует большое количество проблем. Если говорить о прогнозах, то декларации, коммуникации, они сейчас более пластичны стали. Ну, то есть, если раньше вообще нельзя было достучаться, то сейчас, когда мы видим, что журналисты на прошлой неделе очень долго добивались оффлайн-брифингов, которых не было большого количества времени с начала пандемии, и то и уже разрешили, а журналистов физически, да, лид значимых говорящих не допускают. И коллеги как бы объединились, стали об этом везде говорить, подписывать петиции, бить во все колокола, и вот мы с детьми провели первый брифинг. То есть, в этом смысле, да, можно рассчитывать на какое-то движение навстречу, но что касается законотворческой подоплеки, законы, которые сейчас принимаются, обсуждаются, поправки, это все мнение внушает оптимизма, потому что мы не всегда понимаем, какой закон мы сегодня можем нарушить. Они сформулированы не всегда четко, там есть пространство для маневра, всегда можно за что-то подтянуть, и где-то есть эта серая слепая зона, когда ты вдруг не знаешь, что ты еще нарушил. Но при этом я знаю, что мы не нарушаем уголовный кодекс, мы соблюдаем вот эти все требования, если Талибан, с которым уже официально или полуофициально весь мир ведет переговоры, он до сих пор считается запрещенной в Казахстане группировкой. Мы об этом всегда сделаем ссылку. Мы не публикуем лица детей, например, изображение детей без разрешения их опекнов или родителей. То есть все эти вещи мы соблюдаем. Ну где ты не увидишь в этих сумерках камешек и подсказнешься, никто не знает. Поэтому с прогнозами здесь сложновато. Зарина, спасибо. Еще раз, да, то есть Дергачев Инсайт, обзор. С нами была Зарина Ахматова, главный редактор интернет-издания HoloNews. На 7 октября уже более трех суток блокировано. Спасибо, Зарина. Спасибо, Вадим. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»